Абаканская солнечная электростанция – первый объект, один из самых экологически чистых источников энергии, способный обеспечить светом большой район Абакана. Около 20 тысяч модулей на площади в 19 гектаров. В планах увеличить её практически вдвое. Тем более здесь, в Хакасии, вы представляете, количество солнечных дней достаточно большое, больше 300 дней в году, то есть солнечные дни. Поэтому, я думаю, что это может развиваться эффективно. Тем более у нас для этого всё есть, земли есть. Сергей Миняйло оценил возможности и Абаканской ТЭЦ, основной поставщик тепла и электричества для столицы Хакасии. В прошлом году ТЭЦ установил рекорд – больше 2,5 миллиардов киловатт-часов. Помог в этом новый четвёртый энергоблок. В принципе, здесь всего вот этими большими двумя залами управляют фактически два человека и ещё три обходчика внизу. То есть самый современный набор, который мы видим, это скандинавская. Мы очень долго говорили, что угольная энергия – это грязная электроэнергия, вообще грязная. Потом ситуация меняется, в центре Берлина стоит угольная котельная, и оказывается, по тем же параметрам работает, как у нас в Абакане, с таким же коэффициентом выброса. Практически нулевым. Новый энергоблок позволил закрыть больше десятка старых угольных котельных. Это улучшение экологической обстановки. Повысилась надёжность теплоснабжения, появились дополнительные энергорезервы. Сергей Миняев положительно оценил новации и энерго-вооружённость республики. По факту скажу, что в республике Хакасия обстановка более стабильная, чем во многих наших других регионах. А, и с точки зрения экономики, у нас 100% рост. У нас постоянный рост. Да, постоянный рост. И с точки зрения социально-антреполитической и социальной. Сегодня мы про энергетику хорошо поговорили. В свою очередь Вектор Зимин подчеркнул, Хакасия стремится идти в ногу с техническим прогрессом. В центре внимания вопросы экологии. На Баканской ТЭЦ установлены новейшие фильтры очистки. Жизнь изменилась, пришли новые технологии. Мы, когда согласовывали новый энергоблок на Баканской ТЭЦ, один из критериев был обсуждением. Это новые стандарты по экологии. Нам избыток тепла нужен был на Черногорск. И наши спутники подключить ещё к этой избыточной энергии. Также Сергей Миняев побывал на угольном разрезе Майрыхский. Предприятие наращивает добычу угля на территории Бейского месторождения. Задумана масштабная инвестпрограмма по приобретению крупного горно-транспортного оборудования. Посмотрел полпред и военную кафедру ХТИ. А также обсудил с главой региона ряд других вопросов, актуальных для республики. Ольга Барловская, Павел Коржов, РТС.